Всем привет, меня зовут Павел Балов и добро пожаловать на мой канал. А мы начинаем прохождение еще одной игры от Bethesda Studios Fallout 3. А теперь давайте послушаем нашего диктора. Война. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки. Кровь лилась рекой во имя чего угодно. От бога и справедливости до банальной ярости психопата. В 2077 году, после многих тысячелетий вооруженных конфликтов, разрушительная природа человечества не смогла дальше сдерживать себя. Мир оказался ввергнут в гиенну атомного огня и радиации. Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории человечества. Ибо хотя люди и преуспели в уничтожении мира, война... война не меняется. В первые дни тысячи людей спаслись от ужасов Армагеддона, укрывшись в гигантских подземных убежищах. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный от пустошей. Всех, кроме жителей, убежище 101. Ибо в тот день, когда небо пролилось огненным дождем, огромная стальная дверь убежища 101 закрылась навсегда. Это здесь вы родились, и здесь же и умрете. Ибо в убежище 101 никто не войдет, и никто не выйдет. Ну вот такая вот у нас не очень позитивная история начинается. Но тем не менее, давайте-ка мы с вами в нее поиграем. Итак, почему мой выбор пал на эту игру? Ну, все просто. Когда мне купили компьютер, который мог играть в современные игры, это была моя первая хорошая игра. Первая современная игра. И она мне... Давай посмотрим. Ты мальчик или девочка? Я мальчик. Ну так вот. Что я хотел сказать? А вот. И это была первая моя современная игра на тот момент. И для меня она до сих пор остается прекрасной. Хотя да, вы можете сказать, что это не самая лучшая игра из серии. Я с вами соглашусь, но у меня с ней связаны теплые воспоминания. И поэтому мы ее давайте пройдем с вами. Вот. Итак, выберите пол. Ну, естественно, я мальчик. Ну, точнее, в этой игре мы будем играть за мальчика. А вот если мы дойдем до следующей части, то это будет... Тогда выберем девочку. Ну, там вы потом сами увидите, почему. А здесь... Ну, потому что за мальчика... Потому что девочек здесь без понтовой прически. Вот скажем так. А вот за мальчика вполне себе нормально. Мальчик? Мальчик. Да и на самом деле вот... Что в третьем, что в Нью-Вегасе, там нормального лица не слепить. Поэтому... Ну, для девочки нормального лица. То есть там, получается, стрёмные девочки. Наш прекрасный сын. Поэтому мы поиграем в этот раз мальчикам. А в трех, потому что... Ну, тоже в этой части тоже есть предпосылки к этому. Потом увидите. Привет, папа. Ну вот, теперь у нас есть семья. Мы родились. Ну и как же вы меня назовёте? Да. Тут нужно называться опять самому. И, как обычно, стандартная процедура названия себя своим именем. Давайте-ка мы сделаем вот так вот. Угу. Вот. Правда? Отлично тебе подходит. Да, спасибо. Кажется, они закончили генную проекцию. Ну-ка посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь. Давай. Так, вот, видите, нам нужно выбрать себя. Так, мы выберем себе, ну, стандартную, наверное. Стандартная внешность. Выберем себе. Ну, так как я это тоже записывал в прошлый раз, но с микрофоном были проблемы, то я записываю начало уже второй или третий раз. Поэтому я уже знаю, чего я хочу. И вам остаётся только посмотреть. Вот. Мягкие волны. Нет, пусть будет лучше сержант. Во, клетка, стрижка и всё. И вообще не париться. Так, бороду и усы мы не будем делать. И цвет волос сделаем посветлее. Здесь, правда, этого хреново видно. С какого-то перепуку. Ну, пусть будет золотой. Готово. Да, меня устраивает персонаж. Просто вылитый я. Чё, серьёзно? Видишь, Кэтрин? Ой, какой крепенький. Да, большой. Перед тобой откроется. Силач родился. Богатырь. Полный разных людей. А ты? Каким человеком будешь ты? Ну, вообще, я долго думал над этим, пап. Я хочу стать красноречивым дипломатом, который может... Умный там, все дела. То есть интеллект. Чё происходит? Нет. Не уносите меня. Держись, Кэтрин. Держись. Год спустя. Хорошо. Придётся привыкнуться. Подойди ко мне, сынок. Ну, давай. Иди к папе. Привет. Видите, мне один год. Боже мой. Едва год исполнился. А как уверенно ходит. Тогда? Мама бы тобой так гордилась. Конечно бы гордилась. Я знаю, тебе не нравится, когда папа тебя оставляет. Но потерпи минутку. Побудь тут, пока папа сбегает в кабинет. Нет. С тобой всё будет в порядке, сынок. Нет, не уходи. Дети могут засунуть пальцы в розетку. Где розетка? Где розетка? Я спрашиваю. Я хочу засунуть пальцы в розетку. Ладно. Можно взять мячик. Дзинь. Ладно, пойдём. Во-первых, что за порядок у нас в комнате? Вообще-то это как детская комната. Так, мы вышли из манежа. Так, выкинуть нахрен. Вот, запрыгнуть на стул Space. Разбросаем сейчас всё. Я хочу вот эту вот игрушку. Почему она стоит так высоко? Декое там поставили. Вообще, можно сделать вот так. Так, стоп. Даю взять поудобней. Да, видите, я поставил русификатор текстур. И теперь здесь написано ядер Кула, а не нюка Кула. И вообще, книжка-система Special теперь называется Ты человек. А там было Your Special. Окей. Сила. Чем сильнее буду я, тем дальше смогу прыгать. Мне же целый день играть, тяжёлые игрушки брать. Восприятие. Ещё есть слово восприятие. Мне нужно развивать его. Я буду всё пробовать, нюхать, всё буду видеть и слушать. Выносливость. Легче будет бегать мне, если я выносливый. Я не устану долго-долго. Ну, прямо как взрослый. Харизма. Очень рады мне друзья, ведь харизматичный я. Они добры и веселы. Их так много у меня. Интеллект. Весьма я умён. Математику люблю. Хваткой к наукам одарён. Умные вещи говорю. Ловкость. Если нужно спрятаться, это я смогу. Я ловкий, быстрый, лёгкий. Без шума я иду. Удача. Какой же я счастливый. Какой же я удачливый. Мне всегда во всём везёт. Удача на руках несёт. Вот. И как видите, через эту книгу мы выбираем себе навыки. И навыки... Ну да, навыки. Итак, так как у нас мы хотим... Ну я хочу играть умным персонажем, то нам нужно качать интеллект, качать удачу. Ну удачу я всегда качаю, потому что удача это так-то тема. Выкачаем харизму и уберём чуть-чуть выносливость и поставим на восприятие, чтобы более метко стрелять. Всё окей. Теперь мы распределили навыки. И теперь пойдём... Папа, ты где? Ты куда делся? Ну и всё, уходи, я без тебя тут играю. Футбол. Эй, эй. Пью, пью, пью. Ха-ха-ха. Вот так маленький исследователь. И по делам мне. Не стоило тебя запирать. Конечно нет. Ты вообще офигел. Хочу тебя выжить показать. Да, давай посмотрим. Видишь, это была любимая цитата твоей мамы. Это из Библии. Пап, я даже читать не умею. Я не понимаю, что ты говоришь. Мне один год, имей совесть. Мне эти библейские отсылки ещё рано. Я ещё молодой. Один год, пап. Я ничего не понимаю. Оставь меня в покое. Ладно. Слушаем. Ладно, пошли. Пойдём посмотрим, хочет ли твоя подружка Амата поиграть. Кстати, вот я изучаю итальянский. И в переводе с итальянского Амата – возлюбленная. Ну, это так, да? Прикольно на самом деле. Амата. Ну, или любимая. Ну, так, 9 лет спустя. Сюрприз. 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 Ты слишком быстро включил свет. Ты ослепил бедного ребёнка. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения, сынок. Спасибо. Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Так да. Я так тобой горжусь. Если бы только твоя мама. Поверю человек, мне не нужно говорить тебе, что это особый день. Верно? В лес. Здесь, в убежище 101, когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать в общей работе. Уже? Так что вот. Как смотритель, вручаю тебе твой личный пип бой 3000. Привыкай к нему. Завтра ты получишь первое рабочее задание. Нет! Меня заставили отработать папу мне 10 лет, мне ещё нельзя работать. Я ещё маленький, мне нельзя работать. С днём рождения! Ха-ха! Твой папа боялся, что ты обо всём догадаешься. Почему ты не всё дочитала? Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца. Эм. Это отличный праздник, Амато. Спасибо тебе огромное. Всегда пожалуйста. Но на самом деле почти всё сделал твой папа. Я просто помогала всё украшать. Ну ты бесполезная. Эй, спорим, ты не угадаешь, что я подарила тебе на день рождения? Ну, угадай. Хм. Свидание с Кристиной Кендалл. Фу, я и не знала, что тебе нравятся девочки. И ты знаешь, о чём мне говорить мне грубости. Наверное, я отдам это кому-то другому. Кому-то, кому Грогнак Варвар нравится больше, чем Кристина Жадина. Неясно только, как их отличить. Ха-ха. На самом деле, знаешь ли, что она спросила? Тебе что, нравятся девочки? Ну что, ты мальчик? А ты в бой. Хочу, чтоб мне поскорее стал... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А ты смешной и говоришь, каком-то не отсталый лошара. Эй, Оли, кажется, Пол размят. Да, Пол, может, представишь нас своему новому лучшему другу? Внимание, внимание! Время, фрезать торт! Это на самом деле наши самые главные противники здесь. В плане, они населено задирают урода. Отличный праздник, тупица. А теперь сгинь отсюда, иначе с тобой у меня реветь будет. Этот робот испортил на порт уродец. Я просто вне себя от стыда из-за накладки с тортом. Ты придурок. Железный, железный козел. Понял? Нельзя так детям торт испортил. Блин, дни рождения мне испортил. Я бы тебя расстрелял, понял? Праздник удался? Десять лет, боже мой. А ведь твой папа, кажется, только вчера пришел. Ох, не слушай, мой предний. Ты же ждешь подарка, верно? О, вам не обязательно было приносить мне подарок, миссис Палмер? Вздор. Что, десятилетние не любят подарки? Хочешь верь, хочешь нет, но мне самой когда-то было десять. Господи, тогда убежище было заполнено до отказа. А что с ними стало? Совсем не как в эти дни. Тут теперь так мало молодежи. Но что-то я снова разворчалась. А ты так вежливо слушаешь. Что я маленький? Вот, держи сдобный рулет. Бабушек нужно слушаться. Я его специально для тебя сегодня утром испекла. И можешь ни с кем не делиться. Сегодня твой день. Спасибо, бабушка. Я понимаю, что ты шутил, но не уверена... Надеюсь, ты ценишь вклад Аматы в этот праздник. Ты ей очень нравишься. Вот уж не знаю почему. Конечно, я ей нравлюсь. Я же такой обаятельный. Главное, молодой человек, не особо злоупотребляй ее дружбой. Я все еще смотритель. И я в ответе за это убежище и за каждого его жителя. А, да, да. Три раза. Окей. Нравится тебе пип-бой, сынок? Нормально сидит? Это... Не, ничего. Правда, они старые немножко на вид. Конечно. Как и у всех остальных. Новых больше никто не делает, знаешь ли. Но этот я приберег специально для тебя. Серия А потяжелее некоторых дорогих моделей. Но она тебя не подведет. На него можно бомбу сбросить, а он будет работать как новенький. Кстати, про бомбу это не шутка. Спасибо, Стэнли. Не стоит благодарности. О, да, чуть не забыл. С днем рождения. Не ахти какой подарок, но надеюсь тебе понравится. Он дан мне кепочку. Давайте-ка мы ее сразу напяним. Думаешь, он не догадывался? Будем ходить. Не сомневаюсь, Амата. Я хочу есть. А этот дурацкий робот испортил весь торт. Дай-ка мне булочку, которую тебе дала бабуля Палмер. Так, давайте посмотрим, что же мы ему ответим. Мы ответим. Да ты, похоже, голоден. Что, мамочка снова пропила все талоны на еду? Не смей так говорить о моей матери, сволочь. Вы тоже снушки. Надо было просто отдать мне рулет. Что это ты творишь, а? Оставь его. Ты что, фигел? Драться со мной на моем дождении. Так что такое с бучим? Поверить не могу, что он затеял драку на твоем собственном празднике. Вот придурок. Его счастье, что гонос нас разняло, он не успел чуть чуть по шее. Верно. Я тоже так думаю. Милый праздник. Ты в порядке, сынок? Он тебя не ушиб, а? Нет, не ушиб. Эй, Ванечка. Ты куда? Твой дождь не ушиб. Общайся. Неплохой, кажется, вышел праздник. Для малыша. Шарики, колпаки. Не то, что моя вечеринка, конечно. Помнишь, как мой папа заставил Энди показывать фокусы? И как мы все потом играли в Догони мутанта в Атриуме? А, ну да. Тебя же на мою вечеринку не приглашали. Какая жалость. Вот там было реально весело. А тебя вообще кто пригласил? Ты вот с этим подпевала позорно. Ты урод. Спасибо. Сейчас оттравлю, я что-то не могу. Как насчет туннельных крыс? Снова починили, теперь как новенькое. Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой сюрприз. Джонас ждет тебя внизу, на реакторном уровне. Иди к нему. Там будет смотреться. Не думаю, что кто-то обидел, что ездит. Ты пропадешь на пароме. В углу. Ладно, пойдем к Джонасу. Смей, крысами, ящерицами. В любом случае, я рад, что у вас получилось. Поверить не могу, что... С днем рождения, девонька. Боже, надеюсь, праздник только начался. Я не девчонка, и мне не пять лет. Так что хватит называть меня солнышком. Конечно же, тебе не пять лет. Ты большой десятилетний мужчина, так ведь? У тебя даже свой личный пип-бой есть. И знаешь, что я сделала? По этому поводу я сочинила для тебя стих. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо. Думаю, да. А больше ничего не будет? Не говори глупостей. У меня железное правило. Один стих на один день рождения. Если бы я подарила тебе два, представляешь, как бы Буч обзавидовался. Смеяться с закрытым ртом невежливая женщина. По-моему, вы с ума сошли. Стихи какие-то дарите. На самом деле, вот она нам сюда добавила. Но я не хочу тратить на это время, поэтому вот... Прочитайте сами на паузе, может быть, кто хочет. Я вам сейчас дам, оставлю. Вот, на паузе можно будет прочитать. Я не хочу это читать, это дурацкие стихи, на самом деле. Я сам обычно лучше сочиняю. Так что, нет, оставим в покое. Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. Сколько можно, Джонас? Давай сюда мой сюрприз. О, теперь, когда тебе 10 лет, ты попусту времени не теряешь. Ну хорошо, мистер, давай приступим. Кстати, с днём рождения. Спасибо. Постой-ка минутку. Кажется, я слышу шаги. Подарок мне, гони сюда. Ты его себе, да, стырил? Ты его стырил, да, себе? Себе стырил, да? Ладно, сдвинем тебя в уголок. Будешь наказанный вот сон. Ну что, хочешь получить сюрприз? Какой сюрприз? Смотритель выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись ещё кое-чем. Настоящее пневматическое ружьё. Старое, конечно, но должно отлично работать. Это хорошо. Джонас нашёл его здесь. Было оно в никудышном состоянии. Мы добрых три месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно найти такую маленькую пружину. Хорошо, что Буч потерял свой выкидной нож. Ха-ха-ха. 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 Ну, что скажешь? Хочешь попробовать? Кого убивать будем? Полегче. Это просто пневматическое ружьё, но это не игрушка. Пошли его попробуем. Мы с Джонасом нашли отличное местечко. Следуй за мной. Ей, у меня есть пушка. Моя первая пушка в этой игре. Найдём. Ну, что скажешь? Можешь спускаться сюда и стрелять, когда захочешь. Спасибо, папа. Пожалуйста, сынок. С днём рождения. Папа. Вперёд. Пуф. Попробуй своё новое ружьё вон на тех мишах. Пуф. Эй, стреляй по мишеням, слышишь? Это не игрушка. Пуф. 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 Осторожнее. Это Рат-Таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Вот смотрите, да. Просто прицелься и стреляй. Особенность этой игры входит в то, что пип-бой позволяет вам останавливать время и прицелиться в определённую часть тела животного. В данном случае и таракана. Можно стрельнуть ему в голову с 50% шансом. В тело или ещё в голову. Но я сделаю вот так. Хэдшот. Молодец. Одним Рат-Тараканам меньше. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Давайте. Запечатлим момент. Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. С днём рождения, приятель. Веселишься, да? Эм, огромное спасибо, Джонас. Это и правда круто. Эй, 10 лет не каждый день исполняется. А теперь иди и покажи мне, как ты стреляешь. Видимо, надо было об этом с ним поговорить раньше немножко. Улыбочку. Улыбайся. Эй. Шестнадцать лет спустя. Таким образом, мне становится шестнадцать. Я есмь Альфа и Омега. Начало и конец. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый шестнадцатилетний южа. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай. Тебя ждёт экзамен. А что вообще мне нужно знать про козу? Квалификационно-оценочный задачник администрации. Коза. Все в убежище сдают его в шестнадцать лет. Помогает определить, какую работу ты получишь в убежище сто один, когда немного повзрослеешь. Так что отвечай внимательно и постарайся не уснуть. Помнишь, как говорит Смотритель? В убежище мы родились, в убежище мы умрём. Каждого тестируют, чтобы определить его склонности и обратить их на благо всех жителей убежища. Знакомо? Пока, пап. А, нет. Эм... Неужели нам придётся всю жизнь провести убежище? Мы никогда не сможем его покинуть? Нельзя. И уж точно не стоит задавать таких вопросов. Особенно в присутствии Смотрителя. Сейчас с ним. Хочу кое-что тебе рассказать. Это очень важно, так что слушай внимательно. Это место, это убежище. Понимаю, оно не идеально. Но это твой дом. Тут ты в безопасности. Не переходи дорогу Смотрителю. И так будет всегда. Понятно? Нужно ценить то, что имеешь. Хорошо. Кроме того, там снаружи творится такое, чего бы я тебе не желал. И твоя мама для тебя точно такого не хотела. Хорошо. Это правда, папа? Мы всё разумеем, если вы говорите. Ты говоришь Смотритель, верно? Он вряд ли кого-то ещё сюда пустит. Так что, думаю, так и есть. Теперь ты здесь. И это намного лучше, чем жить там, наверху. Мы с твоей матерью хотели, чтобы тебе ничего не угрожало. И здесь ты в безопасности. Пока, пап. А расскажи мне про маму. Твоя мама, она... Она была прекрасна. Но совсем не той красотой, которая бросается в глаза. Есть многое, о чём никогда не расскажут старые фотографии. И в ней было столько страсти. В жизни, в любви. Но больше всего она любила тебя. Когда она забеременела, такой счастливой я никогда её раньше не видел. Она столько всего для тебя планировала. И вот, хватит тянуть время, иди в класс. Пожалуйста, сынок, отнесись к профориентации серьёзно. Не хочу, чтобы меня до смерти преследовал призрак твоей матери из-за того, что её единственного ребёнка определили в мусорщик. Хорошая шутка. Пока, пап. Так, вот видите, в течение всей игры нам нужно будет собирать вот таких вот пупсов, чтобы навыки и умение повышать. Вот. А коза, ну это, короче, местная убежищная ЕГЭ. Его все сдают, и все обязаны сдавать. Как обязаны сдавать ЕГЭ. Я покажу тебе настоящую туннельную змею, ама-то. Так, ты что, лезешь к мою тян? Ну как ты, оставишь меня в покое? Так, я не понял. Чё ты хочешь? Как охренел? Что тут происходит? Не твоё дело, мелюзга. Вали отсюда, пока кости целы. Перейдёшь дорогу туннельным змеям, пеняй на себя, ясно? Эээ, ладно, так вот, оставьте её в покое, или будете иметь дело со мной. А ты ещё кто такой? Её бойфренд? Ха! Поговори ещё, пацан, и мы тебя к папочке отправим, кости вправлять. Ну всё, будешь, пойдём, выйдем, только ты и я. Да ты шутишь. Эй, туннельные змеи, зануде нужен ещё один урок. Сюда. Хорошо. ладно ладно твоя взяла мы оставим девчонку в покое вас все равно лень руки марать ладно спасибо без тебя они бы не свалили придурки не понимаю почему они ко мне привязались видно только потому что мой папа-смотритель идиоты забили не пошли ему надо расспросил и так все в сборе готовы к козе поверьте на самом деле все не так и страшно все через это проходят конечно я наверняка получу вышибал не сомневаюсь в этом с учетом того что здесь многовариантный выбор и нет неправильных ответить это даже юмор начнем как только взялся удачи спасибо окей там еще что-то амата все в сборе вон еще амата идет в коридоре ты чё офигел без меня начинать вообще-то дождь смотрите ли тебе потому что теперь когда все добрались до класса мы наконец-то можем начать давай никаких разговоров и даже не пытаетесь подглядывать твой класс да я это вам говорю мистер делория конечно мистер брочь если поток остроумия иссяк давайте приступим ну поехали 1 вам подбегает очумевший ученый и кричит я всажу свой квантовый гармонизатор вашу фотонно-резонаторную камеру что вы ответите надо было ближе сесть так как мы качаем интеллект и нам нужно ответить по умному типа я всажу свой квантовый гармонизатор вашу фотонно-резонаторную камеру ваши действия на доктор это же вызовет параболическую дестабилизацию сингулярности расщепления вопрос 2 вы проходите практику в клинике кабинет вваливается пациент с раной на ноге воспаленной от неизвестной инфекции инфекция распространяется с пугающей скоростью но доктор ненадолго вышел ваше действие нужно зафиксировать на самом деле что нужно делать когда кто-то тут с инфекцией зафиксировать пациента и спокойно наблюдать за распространением инфекции вопрос 3 цен зафиксирован нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика он голоден и напуган но кажется у него с собой краденая вещь ай-яй-яй нужно отвести мальчика в безопасное место затем доложить о нем смотрителю вопрос 4 поздравляем вас взяли в бейсбольную команду убежище 101 кем вы хотите быть постоянно нам отбивающим ну просто не знаю кто такой питчер кетчер тот наверное который ловит мяч отбивающие тоже круто типа ты битой будешь бить вопрос 5 ваша бабушка приглашает вас на чай к вашему удивлению она дает вам пистолет и приказывает убить другого жителя убежища ваши действия нужно убить этого жителей из пистолета старших нужно слушаться и на самом деле нужно выплеснуть чай бабушки в лицо бабушка взорвалась вопрос 6 старый мистер обернать и снова заперса у себя в комнате вам приказали извлечь его оттуда ну давайте мы скроем его замок на двери шпилькой для волос вопрос 7 о нет вас облучила радиации у вас из живота выросла третья рука ужас лучший способ лечения какой способ лечения когда у вас выросла живота третья рука молитва может господь пощадит вас в обмен на праведную жизнь вопрос восьмой у другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса грогнак варвар вы кстати его заполучить как лучше всего завладеть им нужно отсыпать жителю в ядер колу быстродействующие снотворные и забрать книжку пока он валяется в отключке вопрос 9 вы решили подшутить над отцом вы вошли в его личную уборную где никто вас не видит и на химичи лесовой электробритвой превратив ее по характеристикам в шокер вопрос 10 кто без сомнения самый важный человек в убежище 101 тот кто защищает нас от суровой атомной пустоши кому мы обязаны всем что имеем даже нашими жизнями сложный вопрос я даже не знаю что и выбрать ну наверное пусть это будет смотрите отложили ручки господа время вышло это и есть знаменитая коза уверен большинство из вас справилась без проблем что же до остальных у ремонтников всегда дефицит кадров уходя не забудьте сдать работы хорошо спрашивайте что случилось с теми кто не сдал козу остаток дня у вас свободен можете праздновать или молиться пойдем в зависимости от ситуации так так программист пип бой да у стэнли наконец-то появится коллега хорошо ну ладно ответ выбрана случайно вы ведь так и застряли на этой работе это гораздо ближе к истине чем ты думаешь знаешь в твоем возрасте я был таким же нахалом не отнесся к экзамену серьезно и видишь где оказался только между нами ладно весь этот тест просто чушь собачьи если тебе не нравятся результаты могу подправить твои баллы как пожелаешь только скажи на самом деле в этом же и суть егэ на самом деле это все полное говно так и так как мы у нас типа умные то мы выбираем все красноречие науку и взлом она нам пригодится это нам пригодится больше всего в течение игры что все остальное мы просто можем потом докачать но главное это вот наука взлом и все такое все пока три года спустя как странно ты мне только что снилось не умничай это не шутки тебя ищут люди моего отца они уже убили джонаса тебе нужно бежать отсюда что джонас мертв что тут вообще происходит это твой отец он ушел из убежища мой отец решил что джонас помог ему сбежать и его люди боже они убили его они били его и били и все никак не останавливать это любили и убили у боже ты в порядке не волнуйся обо мне мне очень жаль что приходится все вот так на тебя вываливать я знаю джонас был твоим другом но сейчас нам пора с минуты на минуту тут будут люди моего отца ты права я не могу тут оставаться но куда мне идти прости но боюсь тебе нужно следовать за папой тебе придется сбежать из убежища слушай может это совсем не мое дело но неужели папа ничего тебе не говорил о своих планах нет никому ничего не говорил мне очень жаль не сомневаюсь что у него были свои причины может джонас должен был все тебе объяснить но это неважно я помогу тебе сбежать у меня есть план сбежать из убежища как послушай в кабинете моего отца есть секретный тоннель он ведет прямо к выходу чтобы открыть его тебе придется взломать компьютер в его кабинете держи это чтобы открыть дверь в его кабинет я всегда так туда прохожу окей отличная идея давай убираться отсюда да вот еще что я украл у отца пистолет надеюсь он тебе не понадобится но лучше возьми на всякий случай спасибо матри опущу вход только в крайнем случае обещаю ладно встретимся у выхода берегись охранников удачи спасибо беги так собираемся что-то поможено и сваливаем бисбольный бит то гробных варвар мы вот это я имел ввиду и мы к сожалению забыли его тогда взять а в чем разница между так вот рабочий комбинезон час давайте сядем и посмотрим рабочий комбинезон тут просто комбинезон а ну там типа закатанные рукава все дела вот это нам пригодится так и давайте-ка мы пока возьмем с собой я беру с я всегда с собой беру биту что у пистолета мало патронов черт я сама рабочий комбинезон ладно не важно пойдем про выбираться отсюда он там не плохо относился хотя бы поймать фига он жесткий но я стоял это ты упал ты упал в моих глазах понял так поглубиться на трупом это наши это наше все так теперь мы сваливаем наружат вне помещения помоги мне моя мама будь будь просит меня о помощи если бы ты только знал что значит слово ирония да я прошу тебя помочь и что слушай ты извини что я с тобой так обращался ты же знаешь на самом деле все это были шутки верно там моя мама ты же не можешь оставить его там с рад тараканами ладно я помогу не только ради твоей мамы мне для тебя конечно мне пофигу ради кого просто вытащи ее оттуда то еще сожрут и все на самом деле я делают ради того что там все мы убили собираем мяско у нас получилось с мамой будет все в порядке блин мы с тобой теперь самые лучшие друзья эй я знаю что это немного но возьми мою куртку туннельных змей ну же забирай спасибо мы заберем у твоей мамы водку а то она бухает слишком много все сваливаю чё нам дает прикид туннельных змей холодное оружие плюс 5 но это пока нам пригодится больше по чтобы говорить нам не с кем нам нужно будем одеты как наши противники но всю игру которые были на армии там врагам видите да я русифицировал все текстуры это пойдет нам на пользу тараканы ох вы ублюдки на на собираем мяско бабуля тейлор умерла мы заберем ее одежду вот видите да какая взрослая игра здесь можно раздевать бабуль это слишком взрослая игра вы себе даже не представляете насколько на самом деле то есть несмотря на всю цензуру несмотря на все то как ее постарались сделать более детской таракан гасиму он уже сдох тибил офицер гомес писть хорошо что это я тебя нашел остальные бы тебе это с рук не спустили не знаю что у тебя на уме и не хочу знать просто уходи отсюда а я сделаю вид что никогда тебя не видел спасибо офицер гомес вы мне всегда нравились очень жаль что все так обернулась поверить не могу что они сделали с джонасом офицер маг был просто вне себя но ты хороший ребенок ты такого не заслуживаешь иди найди папу если сможешь спасибо как очень здорово вас тут снова видеть пока уродский робот который мне запортил торт я тебе все припомню скотину мы должны вернуться в свои комнаты это же наш ну и чё кто меня не послушает знаешь ведь каким он бывает они убивают других жителей убежища которые просто хотят сбежать за это их надо покарать я не могу простить такого мы не должны поощрять злодейства кстати броню можно надеть там у них пистолеты я знаю ну что я слышал всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих ух 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 просто у них есть патроны мы их заберем комбинезон все забираем всех лутаем так пистолет пистолет у нас цел и поэтому мы этот починим, но потом его продадим потому что нам лишние не нужны костюмы дубинку комбинезон, убежище в принципе все, что только можно, можно только починить и потом продать так будет даже лучше, на самом деле давайте возьмём биту снова ой таракан да на мясо 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 это делаем просто потому что продадим это в нью-вегасе будет режим хардкорде нужно постоянно и здесь как бы можно и не есть совсем здесь еда она просто жести будет повышать точнее уровень очков здоровья так мы забираем мясо ну и на просто вот много и да она тут радиоактивная нам же не нужна радиация давали не отсюда нельзя кстати ни разу привела поэтому в этот раз надо было проверить спасибо тебе смотритель это твоя вина твоя и твоего глупого отца что ему так нужно было взять и уйти нужно было всем все испортить ты не заткнись там нахрен ты ничего не понимаешь я тебе сейчас усатый так рад таракана опять а там он охранник а ты начальник охраны он ведь он злой к нам был поэтому нам пришлось его убить я не хотел вот рабочий комбинезон оставим себе в ящике у нас там всякая фигня так это мы забираем где там я еще пропустил одну а еще короче у нас есть fpboy такая удобная штука как светильничек но здесь пока довольно светло так что нормально пытают ее дочь амату смотритель пытает свою дочь какой же он ублюдок так джонас он умер весточка отца лабораторный халят халят двойные патрончики так у меня папа оставил какую-то весточку давайте послушаем так заметки подожди джонас сначала мне нужно это записать даже не знаю как тебе это сказать я надеюсь что ты поймешь но понимаю что наверняка разозлишься я очень долго думал об этом но в конце концов решил что лучше ничего тебе не говорить столько всего могло сорваться и невозможно предсказать как отреагирует смотритель когда узнает пусть лучше во всем он винит меня вероятно ты уже знаешь что я ушел лучше-то меня из-за того что выбирают сделать ты уже взрослый человек ты можешь жить самостоятельно может однажды все изменится и мы снова сердце обожим я не скажу тебе почему ушел и куда направляюсь не ищи меня я этого не хочу господь свидетель жизнь в убежище не идеально но здесь ты по крайней мере в безопасности мы не совсем на просто знать об этом чтобы жить дальше не хочу тебя торопить док но нам и правда пора ладно пошли прощай я люблю тебя окей так теперь я покажу здесь такая штука как хакерство вот она это одна из самых моих любимых частей вот в этих играх поскольку здесь нужно подбирать пароль по буквам и кто-то говорит что он этого не умеет это прижить у нас фриз значит фрид нам подходит то есть 45 когда буквы совпадают по своим местам значит так вот и подбираешь роль фрид не подходит трис вот отлично так мы взломали открыт туннель почему-то тут про гэк рассказывают спойлерят 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 про гэк генератор эдемских кущ компактный закрыть сваливаем это еще были тараканчики на нахрен вы на мясо бры мясо рад таракана вход так проходим супер а сваливать нам не думала что выживу отец он офицер маг клянусь я им ничего не сказал когда включились сирены все они убежали кажется это твоя работа вижу у тебя получилось открыть дверь это хорошо простима то мне нельзя было расковать они быть меня убили это правда понимаю я наверное с ума сошла раз решила что ты можешь их остановить главное у тебя получилось дверь теперь открыта пойдем со мной тебе опасно тут оставаться за меня не волнуйся чтобы не случилось ты будешь в гораздо больше опасности чем я даже представить себе не могу что тебя там ожидает жесть ну давай пока никто не пришел найди папу я я буду скучать по тебе ты настоящий друг вот 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 пошли чё давай стоять там час на костыля нах дом на 1 выгодки чтобы туда идти по башке тина все минус 1 2 иди ко мне не потерпит таких выходок 2 иди ко мне я могу поломать так хочу у нас здесь есть чем сесть полутать ладно фигня сваливаем пора заканчивать серию и так мы путник отправившийся на просторы не объятный пустоши готово прощаю бирже сто один если залезть фото в команды пожитомину или гранату за перчатка взорвется вот будет шумиха мистер храбрец является боевой разновидностью модели робота мистер помощник ну вот и все мы на свободе я думаю на этом мы сегодня закончим а да вот мы вышли из маленького убежища на просторы пустоши сейчас мы получим следующий уровень прокачаем нами с вами науку давайте-ка сразу до 50 качнем чтобы можно было взламывать средние компьютеры компьютер средний уровень сложности качнем немножко красноречия и возьмем себе перк жена убийца потому что в бою с противником женщиной вы носите плюс 10 процентов урона а в небо и вас иногда появляются уникальные реплики в разговоре с противоположным полом то есть нам для нашего красноречия это как раз только поможет вот и готово всем спасибо за просмотр всем до встречи в следующих сериях всем удачи всем пока